Лучшие мировые следователи встретились в Санкт-Петербурге. Там прошёл Международный конгресс криминалистов-генетиков участия. В нём приняли эксперты из 20 стран. И впервые этот форум приняла Россия. Что обсуждали криминалисты и какие сегодня перед ними стоят вызовы и задачи, узнала наш корреспондент Катерина Фисенко. Международная криминалистика развивается быстро, а встречи специалистов происходят регулярно. Но вот первая в России, в Санкт-Петербурге... Мы по анализу ДНК можем определить уже не просто полчеловека, возраст с точностью до трёх лет, цвет волос и глаз, этническую группу, фактически национальность. Собрать биоматериал на месте преступления криминалисты знают, где и что искать. Каждый образец попадает в базу данных. Сейчас создаются международные базы образцов ДНК, в том числе и в России. 2012 год. Страшное убийство пятилетнего мальчика во Владимирской области потрясло всю страну. Преступник утащил ребёнка в лес. Тело нашли через сутки. Убийцу искали полтора месяца. 12 тысяч подозреваемых лиц. На 6 тысячах генетический профиль совпал. Но это только раскрытие благодаря именно ДНК-экспертизе. Доказательство подлинности останков царской семьи стало одним из первых триумфов генетиков-криминалистов. Уже через пять лет эти экспертизы могут сделать ненужными существующие сейчас методы расследования. Под Петербургом работает молекулярно-генетическая лаборатория при Следственном комитете. Работа в лаборатории кропотливая. Расследуется одно из тяжких преступлений. Изнасилование. Ленинградская область. 40 подозреваемых. И ровно 40 пробирок с образцами. Здесь, на этом штативе, сейчас вся правда о том, кто именно совершил преступление. Полтора года назад, когда в Петербурге произошёл теракт в метрополитене, сотрудники лаборатории немедленно выехали на место. Генетики не только помогли опознать погибших. Это было серьёзное расследование. Первые же, скажем, часы, меньше чем ночь, заняло время на производство экспертизы, чтобы установить, что лицо, которое совершило теракт на перегоне площадь Технологический институт, оно же оставило взрывное устройство, которое обезвредили сотрудники взрывотехники. И эту же сумку оставил он на метрополитене площади Восстания Маяковская. Специалисты из 20 стран собрались в Петербурге для обмена опытом. Через год новая встреча в Праге. Екатерина Фисенко, Алексей Сосырин, Дмитрий Лукашевич, Галина Орлова. Вести. Петербург.